Началось взаимодействие между парламентами в рамках Нинских соглашений. Это важный вопрос регулирования Донбасса, проблемы Донбасса. Расскажите, пожалуйста, об этом опыте. Привет, я Роман Соболёк, корреспондент агентства УНИА на Москве. Зрители моего блога знают, что, ну, по сути, он такой никогда не был оптимистичным. Всегда здесь я рассказывал о всяких гадостях, которые замышляют против нашей Украины. И понятно, что аудитория, которая привыкла владеть информацией и исходить из принципа «Предупреждён, значит, вооружён» меня смотрит. За что, кстати, всем большое спасибо. И если уж подводить итоги этого года, то нас на канале стало больше 205 тысяч зрителей. И это здорово. Кстати, кто ещё не сделал этого, подпишитесь на мой YouTube-канал. В завершении этого года скажу вам условно-позитивную новость. Дело в том, что так случилось, что теперь Украина не самая плохая для Российской Федерации. Под конец года на эту пальму, на которую нанизывают на российскую ненависть и неприятие, используют её для того, чтобы отвлечь внимание на российской публике, водрузили Польшу. Именно эта страна теперь главный жупел. Именно на ней тренируются российские пропагандисты. Потому что теперь не Украина, а поляки являются главными этими подхрюкивателями российского, прошу прощения, немецкого фашизма. И они теперь фактически виновны, в первую очередь, они виновны в развязании Второй мировой войны. Ну, то, что эту страну разделили, это, ну, как бы, уже неважно. Вы же знаете, в Крыму тоже, как бы, людей спасали от кого-то, от бандеровцев, от всяких других нехороших людей, фашистов, нацистов. Так вот, теперь эти слова в адрес Украины уже не употребляются. Мне кажется, временно. Но тут есть такая интересная тенденция, что мы еще в группе испытуемых. Нас еще не простили. В конце года президент России поздравил многих лидеров зарубежных стран с Новым годом. Поздравлял их, желал им всего хорошего. Из этого длинного списка, который включает страны из всех континентов, нет буквально нескольких, которые, в принципе, теоретически могли бы быть в списке на поздравления. В частности, нет Польши. Ну, с ней уже, как бы, понятно. Ну, они же виновны в войне. Еще там нет стран Балтии. Ну, это понятно. Они не сильно отличаются от Польши. Ну, и да, Украины там тоже нет. Хотя, пресс-секретарь Путина отметил, что в случае чего, возможно, Зеленского, так и Владимир Владимирович, поздравит. Снизойдет, так сказать. Но вот эта вот история с непоздравлением, она, конечно, по сути, с 2014 года, по-моему. Потому что вот тогда российское государство взяло такую практику, что они поздравляют с 9 мая президентов стран СНГ, например, и народы Украины и Грузии. А это значит, что главы государств Украины и Грузии, которых выбирают эти народы, они, ну, не достойны телеграммы с Кремля. И вот это, таким образом, подчеркивается, как бы, отношение современной России к руководству этих стран. Так вот, у нас на Украино-российском треке, ну, очевидно, есть некоторые изменения. И вопрос, к чему мы придем. Помогают нам, как обычно, наши старые друзья, люди, которых вы уже, наверное, узнаете даже по голосам. Но начался диалог и с украинскими правом интерьем. А это все так же. Ведь, смотрите, Украина закрылась. Украина закрылась. А сейчас, как мы понимаем, она начинает открываться. Да, возникает, конечно, закономерный вопрос, а что она закрылась? Что у нас, этот, украинский шариат объявили? Или что? Нет. Но, правда, вспоминать или уточнять уже, как бы, не принято. Мы же сейчас на другой волне. Мы же не парохоботы. Хотя, не знаю, мне иногда сторонники Незеленского пишут, что, если ты критикуешь действующего главу государства, то ты становишься парохоботом. Логика, конечно, мне кажется, немножечко идиотская. Извините. Потому что, когда был президентом Петр Алексеевич Порошенко, тогда все, кто его критиковал, назывались агентами Кремля. Но факт остается фактом. Украина закрылась, потому что Российская Федерация вторглась в нашу страну, аннексировала Крым, аннексировала часть Донецкой и Луганской областей и объявила прекрасный проект Новороссия. Новому президенту, ну, определенно легче. С трудом, но с отступлением, с потерей части территории нашей страны. Но Украина, как государство, сохранилась. Теперь они бредят, конечно, этим Причерноморьем, другими регионами нашей страны. Но пока вперед не идут. Пока здесь размышляют, как бы так ситуацию повернуть, чтобы можно было нарешить в свою пользу, не используя вооруженные силы России. Ее прежние руководители продвигали идеи национализма не случайно. Это же даже не реакция на какие-то процессы, которые происходили, а это идеология, которую Порошенко продвигал, опираясь на нациалистические круги и обвиняя всех врагами. Во-первых, не всех, а только Российскую Федерацию. И называл частенько с надрывом, но называл, тем не менее, вещи своими именами. Россию страной-агрессором. Сейчас же, да, у нас новый тренд. И Владимир Александрович, он намного мягче в высказываниях вообще избегает каких-то резких фраз в адрес России. И, ну что, может быть, что-то ему удается. Возможно, это такая дипломатическая хитрость. Ведь президент России тоже нас плохими словами не называет. Просто требует отдать часть территории нашей страны. Но у него есть люди в команде президента России, которые объясняют российскому обывателю, что почем. И употребляют крепкое словцо против Украины. Так вот, в нашем украинском варианте такой опции нет. И вроде риторика у нас совсем сейчас, конечно, другая. И вот возникает вопрос. Тогда Украина закрылась. А теперь что? Мы открываемся? Интересно, до какой степени? Ну, понятно, можно во всем винить тирана Порошенко. Да, тиран, правда, слабоватый на выборах, проиграл. Но, тем не менее. И говорить о национализме. Ну, только не ясно. А почему, если Порошенко во всем виноват, почему часть Украины контролируется Кремлем? В итоге эта страна от этого проиграла. Сегодня новый президент, новый парламент. Когда речь идет о реализации минских соглашений, конечно, именно в рамках парламентского измерения много предстоит решать Украине. Он даже не говорит, что Украина должна. Он использует мягче формулировки. Украинский парламент будет решать, что это его полномочия и так далее, и так далее. Парламентское измерение. Давайте-ка все вместе призовем депутатов, желательно пророссийских, из разных стран. В первую очередь из нормандской четверки. И будем размышлять, как устроить мир на Донбассе. Про Крым говорить, конечно, мы уже не будем. Мы же это, ну как, это же наше золото. И, конечно, высказывание, ну, например, начальника Володина о том, что туда отправляются люди решать военные вопросы из Российской Федерации, ну, как бы, кто старая помянет, тому, ну, вы сами знаете, что. И задействовать парламент для обсуждения этого Франция, Германия, Россия, это хорошая идея, и вы знаете, наш президент поддержал ее и предложил в Государственной Думе активно включиться в этот процесс. У нас была первая встреча с нашими коллегами, с украинского парламента. Мы разговор начали. Ну, сказать, что начали, это, наверное, перебор, потому что диалог с Виктором Медведчуком, он не прекращался ни на минуту. И с 2014 года он был главным связным между Банковой и Старой площадью. На Старой площади в Москве находится администрация президента России. Хотя, возможно, пан Медведчук, он и не заезжал туда, с чем у администрации, он общается намного выше с непосредственно главой российского государства. Возможно, будет от этого результат. Почему говорю возможно? Потому что все непросто. Потому что вот эти националистично настроенные круги хотят, чтобы и дальше сохранялась на Украине тревожная обстановка, напряжение. И чтобы это напряжение как можно дольше продлить. Именно такая цель реализуется на Украине, Соединенными Штатами Америки. Ну, слава богу. Я уже думал, что как бы парохоботы сами во всем виноваты. Еще немного, и выяснится, что парохоботы развязали Вторую мировую войну. Ну, нет, ну, во всем, слава богу, виноваты Соединенные Штаты. Ну, эти, как его, Пентагон. Ну, и другие нехорошие люди, которые мешают жить на Российской Федерации. А о чем он говорит? Может быть, что-то изменится. Однако, если что-то изменится, то выходит, чтобы это произошло, должна прогнуться Украина. Ведь позиция Кремля с 14-го года не изменилась ни на ее ту. Они хотят признания. Во-первых, аннексии Крыма, воду туда пустить, ну, и так далее, и так далее. Сказать, что там князь Киевский хрестил Русь в Крыму, и поэтому не аннексировать Крым было невозможно. Но это не все. Естественно, мы должны признать республики. Мы должны дать свое согласие, чтобы по требованию республик, подчеркну в кавычках, по сути, оккупационных администраций, происходила такая штука, ну, как бы, что они могли заветировать любое решение. Вот это интересная тенденция. Это сейчас Путин встречается с Зеленским. Но если он этого добьется, и может встречаться с президентом Украины, независимо от его фамилии, не будет никакого смысла. Он будет говорить, вон, видите, эти президенты двух независимых государств. Часть Луганской области и часть Донецкой области. Идите с ними, договаривайтесь. И очень показательным, мне кажется, является пример Виктора Федоровича Януковича. Он, пока был главой украинского государства, тоже частенько общался с Владимиром Путиным. По телефону, лично, приезжал к нему. Ну, пока был президентом. А как только власть потерял, выяснилось, что он вообще-то не друг на Владимиру Путину. И теперь с ним связи нет. Абонент, с другой стороны, не берет трубку. Они же добились своего. Фактически разрушили некогда процветавшую Украину. Разрушили Украину, как вы понимаете, Соединенные Штаты. Ну, а кто же еще? Они замышляют всякое плохое и разрушили Украину. Но беда в том, что остается один факт, и я его всегда повторяю, что российский флаг в Донецке, российский флаг в Луганске и российский флаг в Крыму. И получается, это что? А нас Россия ограбила? Да? Дело не только в газовом контракте и трех ярдов, которые мы получили по решению стокгольмского арбитража. Если там считать, то совсем как бы будет грустно. Но нам предлагают просто не думать об этом, не смотреть, не считать, не вспоминать, сколько всего было вывезено в Российскую Федерацию с оккупированных территорий, разрушено и так далее. Да, давайте вместе возьмемся за руки и обвиним во всем, конечно, американцев. Еще раз нашим коллегам повторили. Мы для себя понимаем одно. Не вмешиваемся в дела суверенного государства, не исходим из двойных стандартов, а поддерживаем принцип открытости, дружбы. И давайте, если хотите, вот на этих условиях вести диалог. Вы слышите, Володин уже не говорит о том, что некоторые области нашей страны выйдут из состава Украины. Нет-нет, совсем другой тон. Он говорит, что не вмешиваются в наши дела. Ну, здесь как бы хочется просто громко смеяться, но это серьезный блок, это не юмористическая программа. Но самое главное, он предлагает нам в 2020 году начать дружить. Но только на своих условиях. А об условиях мы уже говорили. По сути, для этого мы должны отказаться от себя. Все остальное, это уже в их руках. Я благодарю вас за это интервью. Желаю успехов и до новых встреч. Вам спасибо. И вам спасибо, что вы так детально и откровенно описали нам главные риски, которые нас ждут в 2020 году. Иногда я задумываюсь, что страшнее война с Россией или мир с Россией. Потому что второе, оно же в кавычках, они меняют слова, но цели российского государства, они неизменны. И, по сути, что-то меня так беспокоит, что новая властная команда, ну, она уже не такая новая, уже пожившая, она как бы, ну, может что ли, дать слабину. Потому что, ну, вы слышали о том, как команда Зеленского видит решение проблемы Донбасса. Нет, все говорят о мире. И, да, с такими темпами мы не заметим, как нам предложат признать оккупационные администрации. А это, кстати, путь, ну, точно не к миру. Повторюсь, к потере себя. Но будем оптимистами. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, читайте наше агентство Униан и до встречи. Чао!